Сейчас время такое. Одногодки выходят замуж и женятся. Говорят о детях, гаджетах, новой работе. Хожу стороной. Хотя, кажется, я не против, но не буду счастлива, если все разум изменится. Только если такой же дурак, беспросветный романтик, оголтелый от музыки, жадный до правды знаний, скажет, будешь моей единственной без оправдания, без расстояний, без предпорства и пошлости. Вот бы такой возник. И сказала бы, главное, чтобы ты улыбалась, носили ничего нет роднее колени твоих голоса. И мы бы оба мгновенно и твердо тогда бы решили, что то самое вот оно, рядом, отныне и присно, и во веки веков нераздельное, общее и целое, все печали и радости делим в болезни и здравии. И на меня удивительно нервное платье белое, он чертовски хорош, и все это как будто в сценарии. Дальше счастье, семья и смешные поступки влюбленных, интересная жизнь, бла-бла-бла, сколько можно, довольны. До утра в интернете, в слезах на глазах воспаленных, пересматривать все, что с ним связано, нет. Мне не больно. Ну и что, ну и что. Да, мне тоже порой не здоровится. Я смотрю на знакомых, и как у них все замечательно. И мечтаю о чем-то своем. Продолжаю готовиться к столкновениям с жизнью и выдержу их обязательно. И пойму, наконец, что мой мир уникален и сказочен. Что есть музыка, книги, друзья, алкоголь, путешествия. И что все происходит как должно. Что будто бы в детстве. И взрослеть мне не хочется. Да и по сути, незачем. Работа, замужество, старость. Все это чудесное, но пока не со мной приключающиеся события. Пусть проходит по отдалям. Пока свершу открытие своих скрытых ресурсов. Занятие весьма интересное. Машинка стирает белье. И время найдется подумать, как часто я жду новостей от прежних друзей своих. Автобус везет меня в город и лезть три часа поразмыслить о том, как неблизко, неровно стучит твое красное сердце. Стучит, как ремень с барабанью. Так громко и так неспокойно стучит, как мотор под сиденьем, измучено всеми ветрами. И некуда мне торопиться. Вся жизнь бесконечная спешка. Теперь, когда все отстиралось, остались лишь тени людей. Мне кажется, ты молчишь. И пусть не закрыты глаза, Но их монолог ловить не чувствуя больше сил. Я чувствую, руки дрожат. Так тихо, кругом и нервно, Что даже вскипевший чайник нас не подоражит свистком. Прости меня. Это так трудно, разжать кулаки и ответить. И кажется, я уронила охапку ненужных слов И тень на твою безразмерность И скромность, И нежность движений. Я все проглочу. Я буду стараться об этом забыть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!